Оставить под стражей. Апелляционный суд Киева вынес свой вердикт в мере пресечения для нардепа Надежды Савченко. Ее, напомню, арестовали по обвинению в подготовке госпереворота и адвокаты оспаривали этот арест. Почему суд отказал и кто хотел взять Савченко на поруки? Все детали судебного процесса в материале Александра Васильченко. Апелляционный суд. В зал заседания, забитый журналистами, с плакатами заходит несколько сторонников Надежды Савченко. Требует освободить депутата. Надежда, мы с тобой! Надежда, мы с тобой! Вскоре заводят и саму Савченко. Снова в черной футболке с белым трезубцем и улыбкой на лице. Сначала ее посадили в стеклянный бокс. Нардеп потребовала отвода прокурора Александра Климовича. Но суд отказал. Затем Савченко заявила, что не доверяет суду и потребовала сменить коллегию. Но это ходатайство суд не удовлетворил. После этого адвокаты заявили, что у прокуроров нет доказательств того, что Савченко готовила теракт. И покидать территорию Украины она не собирается. Отпустить Савченко потребовал и бывший нардеп и диссидент Степан Хмара. Это ходатайство также не поддержали. Прокуроры заявили, что Савченко может влиять на ход расследования и свидетелей. Поэтому потребовали оставить ее под стражей. Если у вас есть такие доказательства, пожалуйста, дайте журнал. Не нужно быть голосом. Я считаю, что поданные коллегии не оборудованы единым методом, с которым оно подано направлено на затягивание судового развития и уникновение криминальной литературы. Выслушав мнение сторон, суд вынес решение оставить Надежду Савченко под стражей без возможности внесения залога до 20 мая 2018-го. Александр Васильченко, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер.